и уважаемые трейдеры инвесторы смотрят с вами на связи виталий кухта капитал сегодня у нас рубрика открытый микрофон мы сделаем анализ по всем инструментам валютным парам мажорным нефть золото и криптовалюта и индекс и так на сегодня есть достаточно интересные идеи по рынку скажем ей все носят одинаковый характер это касается валютных пар поэтому если вы будете следовать каких-то каким-то рекомендациям стоит брать во внимание если пожелаете конечно всего один или два инструмента потому что может быть здесь скажем если мой анализ сегодня ошибочный дата он будет ошибочный по всему направлению поэтому нужно соблюдать риски не набирать корзину инструмента итак начнем с евро доллара евро доллар у нас смотрите кто смотрел прошлый микрофон открытый мою аналитику я брел по евро доллара по евро доллару я жду но плюс кто смотрел и битву аналитиков понедельник евро доллара в этой зоне я я покупал евро доллар с целями вот этот локальный максимум вы его сделали и вторую цель я ставил в районе один день эту цель мы не сделаем но хотя бы одну цель сделали поэтому можно было на этой идее заработать дальше здесь в принципе неплохой шорт рисовался я его не отдохвал дальше вчера точнее вчера я вчера достаточно сильно падал я уже уже было скажем переключился на сторону медведей а думал что мы будем пробивать вот этот минимум да если бы мы закрылись ниже хотя бы там 107 50 107 здесь был принципе открылась дорога по евро очень сильная для падения я также был еще на прошлом обзоре что евро больше уровня 107 70 только покупки да и только после закрытия можно будет закрытие ниже данного уровня можно будет переключиться на шарты на сегодня что я вижу на сегодня покупки с текущих можно покупать стоп лосс ставить можно за минимум вот это это 0750 можно стоп лосс поставить скажем можно рискнуть стоп лосс ниже 0107 поставить за минимум вот это да только после того как цену провалит вниз на текущий момент у нас есть шанс отбиться в район 108 75 и вторая цель 11 10 и возможно больше если мы закроемся дальше выше улетим космос это мое мнение то есть пока я по евро доллару евро доллара нужно быть осторожным потому что здесь доля лонга она есть небольшая 80 90 процентов 55 60 я рассматриваю если вы здесь сидите в шортах ну скажем это ваше мнение в принципе здесь тоже есть логика могут продавить потому что у нас есть мы видим очень сильное падение по евро доллару одно второе третье четвертое даже позавчера вчера мы падали поэтому здесь с этих падений с этих импульсов можем сильно пару евро доллар продавить вот до 106 и дальше ниже конечно возможно с какими-то откатами и так далее поэтому обращаем на эти уровни которые отметил внимание не исключая ложные какие-то выносы вот этих моментов плюс видим у нас есть поджатие вверх поэтому по евро доллар у меня такое мнение дальше доллар франк в принципе аналогичная картина по евро доллару у нас здесь есть достаточно сильный уровень сопротивления 0 97 35 0 97 50 пока мы эти уровни не прошли я бы здесь рассматривал аналогично как по евро на рост рост франка против доллар ослабление доллара падение секущих возможно падать в район 0 96 0 96 60 и возможно ниже мы дальше будем вываливаться только после того как франк преодолеет вот эти уровни 0 97 50 я бы так сказал вот сегодня закроемся лежатом с поддельника то мы можем дальше улетать наверх аналогично как евро тоже здесь выбираем там торговать или франк или евро один инструмент потому что тоже присутствуют здесь признаки невозможного сильного это я не исключаю всегда и и на рынке я понимаю почему может быть у нас тоже был сильный выкуп один импульс второй и еще один импульс еще один поэтому здесь может быть обманка ловушка для меня скажу мой анализ поэтому пока основной сценарий на снижение этой пары только после пробития 0 97 50 я буду рассматривать покупки здесь уже данный инструмент это все что касается доллар франка вот такие моменты дальше фунт-доллар по фунту что у нас фунт-доллар делает так в прошлый раз я говорил по фунту что я рассматриваю какие по евро покупки в прошлую пятницу да эти покупки скажем локально отработались только вот у нас фунт торговался вот эта пятница у нас он от ростом на новостях на фарм у нас были в прошлую пятницу и скажем да данные вышли плохие скажем доллар должен был расти но вся пятница прошлая показала обратную ситуацию евро доллар и фунт-доллар вырос и здесь дальше после этого я ожидал что цена будет улетать наверх да но цену зажали вниз в принципе здесь был хороший с понедельника шор одна одна моя ученица делала домашку на прошлого выхода и определила что здесь будет хороший шорт в принципе сюда с целями он в принципе отработался еще возможно ниже поэтому скажем не все моменты можно взять на рынке но очень рады что ученики взяли вот это движение дальше на текущий момент я говорил что если фунт-доллар будет пробивать вот эти минимумы у нас здесь возможность генерируется шорт но у нас также есть сильный уровень поддержки в этой зоне это 2150 вот этот минимум да смотри плюс вот этот минимум мы пробили закрылась ниже поэтому что на сегодня я бы на сегодня был осторожным потому что здесь так вот как я уже сказал евро доллар лонг доллар франк шорт и поэтому не исключаю что здесь может быть ловушка по фунту и ну это возможно немножко какую шпильку или там секущих импульс наверх если этот импульс будет наверх сильно то уже с понедельника вторника возможно нарисуется очень очень сильный лонг но это уже нужно будет по факту смотреть пока сейчас здесь похоже все на шорты но скажем не исключаю какие-то нюансы по рынку могут сменить эту ситуацию вот здесь есть сильная поддержка поэтому шортить нужно было вот на этом накоплении да которое было уже с понедельника которое я пропустил скажем сейчас вот здесь ну такая болтаночка идет поэтому очень сложно сказать я бы здесь понаблюдал конечно не исключаю шорт текущих сильный в том случае если я ошибаюсь по евро доллару другим инструментом так новозеландский доллар пока у меня мнение никакого нету по нему есть конечно сильная поддержка у новозеландского доллара в районе 0,59 90 смотрим позавчера возле не остановились вчера сделали ложный пробой сегодня что-то болтается поэтому не исключаю отбой от этого уровня наверх в район там 0,61 ну точнее это где-то это 0,61 30 50 можем отрасти в принципе глобально уйти наверх если будет все-таки сегодня сильное падение то дальше там скорее всего пока по инструменту интересный уровень есть но евро доллар доллар фронт более интересные австрийский доллар вот этот парень более интересный у нас есть хорошая поддержка в районе 0,64 там 30 40 вот эта зона это все поддержка хорошая плюс у нас тренд пока в текущих или мы сильно очень сильно сегодня растем в район 0,65 70 там 50 вот эту зону стоп лосс можно ставить вот за этот минимум можно покороче где-то в эту зону ставить стоп лоссы не исключаю если как я уже сказал по всем инструментам нужно быть осторожным продавить продавить этот инструмент но пока идея основная налог дальше канадский доллар пока 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 что я могу по нему сказать ничего то есть он в боковике таком вроде бы от верхней границы отбился пытается снова уйти вниз ну уже сегодня я бы по нему ничего не делал здесь есть что у нас есть сильные границы канала 1,38 70 верхние границы 1,40 1,60 эти границы пляшем смотрим куда мы выйдем и так далее доллар иена по иене довольно такой интересный момент иена я видел прошлую пятницу и скажем с понедельника в лонг был такой момент я на прошлом обзоре говорил что здесь пока не понятно но здесь локально показывали локальную небольшую модель на разворот я ее скажем пропустил пятницу хотел купить но как-то был занят то есть были дела другие не сидел после монитора в конце дня а уже хотел с понедельника купить был явный лонг но с понедельника здесь был ночью рост поэтому поэтому вот эту сделку пропустил дальше что на сегодня у нас мои ребята один из учеников купил доллар иену где-то у известного минимума сделку не знаю там удерживает или удерживает без убытки или стоплост небольшой точно детали не помню на текущий момент но он купил я сказал что мне здесь лонг не нравится немножко ну были какие-то моменты но я его не скучаю потому что есть здесь предпосылки или я больше склонялся к шортам вчера позавчера и мы посмотрим был ли я прав сегодня в принципе утром была хорошая точка входа в районе 107.30 107.20 и что у нас на текущий момент возможно сильное падение скажем сегодня в таком ракурсе если этого не произойдет мы скажем закроемся в таком диапазоне скажем вот так вот так вот так здесь в принципе нарисуется это уже будет с понедельника уже понятно что возможно какой-то лох конечно нужно будет еще наблюдать там понедельный вторник если будут дальше не падать и выравнивать скажем здесь уже нужно будет скажем точно наблюдать какой паттерн будет рисоваться лонг или шорт это уже будет видно скажем возможно это инструмент будет интересный у меня на битве там понедельник среда я уже буду говорить более подробно что дальше нефть родимая ну смотрим смотрите я уже последний скажем весь май да в начале мая я все время за таблю за лонг нефти были какие-то моменты на этой неделе что я уже хотел какие-то локальные шорты они смотрелись немножко отработались вот здесь по 100-150 пунктов но у меня не было какого-то ощущения что здесь рисуется паттерн хороший на шорт поэтому мои идеи в лонг за этот месяц они все отработались как видим на прошлом обзоре я говорил что у нас можно покупать нефть мы торговались вот вот такой диапазон смотрите я говорил вот здесь у нас была пятница прошлая говорил покупки стоп лосс можно поставить вот за этот минимум или за вот этот за вот этот минимум да два разных варианта постановки стопа рассматривал он в принципе немножко подрос но дальше до скинули до набрали позицию почему потому что когда идет тренд у нас идет рост ему иногда нужно набрать позицию чтобы дальше двинуть наверх и по нефти идея отработалась на пять с плюсом уже которая очень да потому что все шортят нефть там согласно фундаментальным показателям что там все плохо какие-то данные но я все время склоняюсь к тому что фундаментальный анализ он имеет непосредственное отношение к рынку рынок ходит по циклам и по паттернам да сейчас идет у нас цикл роста потому что до этого рынок уже свое отпадал а вечно он не может падать да сейчас нарисовались паттерны лон плюс у нас сантимент был максимально медвежий и он переключился поэтому на текущий момент уже по нефти вот этот набор позиции он скажем себе отработал что дальше будет какая-то здесь коррекция я уже комментарий понедельник среда поэтому здесь только лонги пока ну шорт может образоваться если пойдет сильное падение вниз дальше будем смотреть так по золоту по золоту мой анализ не отработался пока пока все шорты которые я говорил они отработались только локально посмотрел мою битву в понедельник и анализ я говорил что здесь рассматривают шорт в этом диапазоне вот он отработал в моменте скажем там больше 100 пунктов 180 я здесь заработал 90 пунктов закрылся вот на этом поджатии 90 пунктов заработал шартанул еще раз здесь был достаточно интересный уровень шартанул еще раз еще раз заработал 80 пунктов и шартил был позавчера и получил 100 пунктов то есть две идеи сработали с небольшим плюсом около 100 пунктов да и второй был стоп здесь много моих учеников покупали была идея на покупку потому что здесь была и логика покупки но скажем бывает бывает не отрабатывает дальше что на текущий момент давайте на дневке перейдем подошли к сильному уровню 1738 посмотрим какая реакция будет на этот уровень если пока сейчас у нас смотрится лон если мы сегодня у нас пятница улетим сильно вниз вот сюда вот так проторгуемся здесь то сильное падение если этого не будет я буду наблюдать с инструментом он пока лотовый такой момент есть еще такая фишка мы знаем ну как ясно на практике у нас был вот этот треугольник да большой обычно с треугольника как делают вынос какой-то наверх и потом в обратную сторону вынос вниз и наверх пока пошел пробой наверх по тренду посмотрим какая дальнейшая реакция будет если зайдем ниже 1720 желательно где-то в район 1700 я думаю что здесь может нарисоваться глобальный шорт пока наблюдаем наблюдаем за золотом смп-500 шортил его писал ученикам в районе 2920 здесь был хороший паттерн дневной на шорт плюс локальные в этом диапазоне идея себя отработала в район вот этого минику на текущий момент мы находимся в середине диапазона пока никаких идей нету мы можем продолжить как этот я бы здесь рассматривал шорт только после того если смп-500 начнет сегодня завтра его зажимать если мы будем зажиматься я буду рассматривать дальше пока сейчас не рынка по данному инструменту ну что по биткоину по биткоину пошел хороший рост эфир тоже видел по нему покупки по эфиру особенно биткоин так не сильно на мне интересовалась эфир неплохая покупка ну локально там баксов 10 она дала рост ну это там 5% видим дальше биткоин снова остановился возле 10 тысяч что дальше будет скажем я не берусь понимать что здесь пока такой какой-то диапазон образовался если будем пробивать там 10 тысяч нужно уже локально смотреть точки захода на пробой с короткими стопами чтобы не двигали вниз то есть я не люблю торговать на пробой скажем пока здесь все новое но я бы здесь понаблюдал если будет где с понедельника то буду скажем давать эфир аналогичном его немножко откупили пока по этим криптовалютам у меня каких-то идей нету если будут они с понедельника буду наблюдать и так в принципе всем спасибо кто посмотрел будут вопросы пишите в комментариях я на них отвечу все идеи если вы будете использовать мы соблюдаем риск-менеджмент берем максимум один инструмент это евро или франк австрийский доллар интересный все остальные пока для меня не рынка и за другими мы наблюдаем и если сценарий будет меняться я уже там с понедельника подкорректирую свой прогноз на битве трейдерам всем спасибо с вами был Виталий Кухна до свидания